Аналоговая камера, которая подключается к телевизору вот в этот желтый вход, вот таким вот желтым кабелем. Подключать мы ее будем к компьютеру с помощью USB-TV-тюнера, который имеет возможность видеозахвата. Белый и красный – это у нас для видеомонитофона. У кого есть старые записи, свалдасты могут все переписать себе. Черный – это для антенны. Нас интересует только желтый, композитный. Подключается к ноутбуку это все через USB-хаб, потому что кто-то очень умный вот так близко расположил USB-порты. В компьютере нас интересует программа OurMedia. В данном случае это версия 3.5. По сути, она делает из вашего компьютера банальный телевизор. Выбираем интересующий нас аналоговый композитный видеосигнал. В параметрах выставляем при необходимости в случае нарушения цвета стандарт видео. В данном случае это PAL-B. Нажимаем «Сохранить», возвращаемся назад. И будем иметь картинку такую же, как на телевизоре. К сожалению, я не могу ничего показать, потому что наша камера навернулась буквально на днях. Но принцип работы объяснить смогу. Как только вы сфотографировали что-то с самой камерой, то есть картинка статичная, нажимаете кнопочку «Захват кадра». И картинка сохраняется в виде фотографии в определенную папку. У нас это папка изображения, по-моему. Папку можно указать в настройках без проблем. Указывается единожды, и все там будет сохраняться всегда. Файлы нумеруются датой. Это не очень удобно. То есть, если вам нужна пофамильная запись пациентов, то придется это сделать вручную. Но зато больше возможностей пронумеровать какие-то особенности, указать название файла. Ну, как-то так это все выглядит. Такой, скажем, бюджетный вариант. Но на безрыбье и рак рыба. Зато могу похвастаться Dexis. Уже много раз обещал. Значит, подключение напрямую через USB. Никаких коробочек, ничего. Это кабель от iPhone. Он на зарядке, к сожалению. Так выглядит сам датчик. Датчик достаточно толстенький. Но за счет всех гладких краев он не делает никому больно, некомфортно и так далее. Самое главное в датчике – это изображение. Ну и вот такие позиционеры в комплекте. Вот такой вот ручной позиционер. Горизонтальный. Это для второго и четвертого сегмента. Так, второй. Так, четвертый сегмент. Есть такой же горизонтальный для первого и третьего сегмента. Так, первый. Так, третий. Есть такой же вертикальный для фотографирования клыков, в основном, и резцов. В данном случае это первый и третий сегмент. Есть аналогичный датчик для, выдержатель для второго и четвертого сегмента. Но это все необходимо при эксцентричных проекциях. Если же нас интересует только диагностика или динамическое наблюдение, то нам нужна прямая проекция. Для этого используется вот такой позиционер. Колечко это двигается по вот этому железке. В данном случае все выставлено на первый и третий сегмент. Но при необходимости это все переставляется сюда. Это все разбирается. Переставляется на второй и четвертый сегмент, на ту сторону. И можно снимать в нужном сегменте. Без проблем. Как-то так. Диаметр пушки, как правило, совпадает. По-моему, он вообще сейчас стандартизирован. И все это фиксируется четко на этом носике. Вот эти желтенькие штучки. Есть еще другого цвета. Вертикальные. Точно так же, как и положено. Но и еще прикольная штука. Это байт-винг снимки. Выглядит это все вот так. Немножко другой позиционер. Он сделан строго по центру. Никаких смещений. Всегда равномерный. Выглядит это все вот так. Независимо от сегмента. Просто вставляем в нужный сегмент и фотографируем. При необходимости можно поставить вертикальный байт-винг держатель. То есть эта штучка будет вертикально стоять. Но мы, по-моему, еще ни разу не пользовались. Самое главное, что всего по два, кроме вот этих зеленких. То есть два таких красных горизонтальных, два красных вертикальных, два желтых горизонтальных и два синих вертикальных. Очень удобно на самом деле. Вот такой вот рассказ.